Видите, сегодня у нас такое серьезное будет, серьезная проповедь. Вы любите как бы серьезные проповеди или несерьезные? Всякие любите? А больше какие? Больше серьезные вы. А кто больше несерьезные любит? Радостные любите? Вам тогда на юмореску когда-нибудь? Да, пойдет? Слава Господу! Ну не знаю по поводу радости, я думаю, что не все обрадуются, потому что когда Иисус проповедовал, ну не все радовались. Кто-то радовался, а кто-то прям злился, правильно же, да? Вот, когда все радуются, это уже больше, конечно, не проповедь, это больше Петросян, уже, конечно, да? Когда все радуются, вот. Поэтому всегда, когда Бог что-то говорит, это не просто, чтобы нас повеселить, правда же? Потому что, заметьте, в Библии есть радость, которая написана укрепление для нас, да? Радость, как написано, сила наша. А есть смехотворство, которое неприлично святым. А в чем радость отличается от смехотворства? А? Как вы думаете? Вот, а вдруг вы думаете, что вы радуетесь в Господе? А сами занимаетесь смехотворством тут. Придете, а Бог скажет, нет, я не возьму вас в свое царство. Много смеялись. Как отличается? Мне кажется, отличие главное в том, что смехотворство, да что, творить смех, это, понимаете, смех ради смеха, шутка ради шутки. В радости же есть какой-то смысл, какое-то содержание должно быть. То есть, что-то должно производить внутри, помимо просто поржать. Понимаете, да? Помимо просто поржать. Поэтому хорошо, когда есть радость. Но когда просто вот это все, вот это, ну, оно, конечно, прикольно, но тогда церковь не нужна. Тогда мы можем просто пойти куда-нибудь на, ну, не знаю, каких, кто любит юмористов. Я вот как-то никаких не люблю вот я юмористов. Я вот даже сейчас пытаюсь вспомнить, каких юмористов я люблю. Уральские пельмени, да? Ну, языка Теремурга. У нас теща одного из пельменей, вот, в церкви, вот. Хорошо, было хорошо, но он развелся. Она не теща теперь. Была теща. Доржался. Ну, правильно, правильно. Так что пельмени пельменями, но важно быть мудрым, правда же? Я хочу сегодня вместе с вами открыть книгу-притч. Книгу-притч. И здесь мы с вами поговорим, я убежден в этом, об одном из наших главных врагов. Когда мы говорим про врагов, то мы очень часто говорим про кого? Лень, да. Кто? Вот враг христианина, а? Дьявол, дьявол, конечно. Дьявол враг христианина. Вот. Сатана, да? А дьявол, сатана это один и тот же, или это два друга? Братья два? У вас такое учение в церкви, что дьявол, сатана это братья? А? Муж с женой, муж с женой. Дьявол это он, а сатана это она. Дьявол и сатана это... Ну, ладно. Дьявол и жена одна. Вот. Хорошо, дьявол, сатана. А? Вот. Кто еще помимо этой семьи ищет наш враг? Лень. Ну, уже говорили лень-то. Вы говорили, вы смеялись, а их забыли. Вот. Плоть, 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 плоть. Гордость, правда. Страх. Тоже согласен. Что? Уныние. Конечно, уныние. Депрессия. Зависть. Да? Да. Гнев. Еще что с вами сражается? Обида. Непрощение. Молодцы. Но почему-то вы не назвали самого главного врага. Вот смотрите. Книга-притч, первая глава. Прочитаем с вами с 29 стиха. Это слова, которые мудрость говорит. Мудрость обращается. И говорит следующее. Смотрите. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их и беспечность глупцов погубит их. Я специально, прежде чем задать вопрос, попросил открыть книгу-притч, потому что я думаю, что не только я, но все читающие книгу-притч видят, что мудрец в этой книге показывает, что один из главных наших врагов – это глупость. Глупость. Я специально посчитал, сколько, только вот в этой книге-притч, сколько раз упоминается мудр, глупость. Знаете, сколько раз? Вот как вы подумаете, сколько? Ну, много, да? А? 120. Ну, это 120 там в другом месте есть, там про годы написано, да, 120. В 80 с лишним раз. В 80 с лишним раз упоминается слово глупость. И когда читаешь книгу-притч, создается впечатление, что глупость является чуть ли не самым главным нашим врагом. Мне очень нравится высказывание физика Альберта Эйнштейна, тезки вашего пастора, который сказал, говорит, есть две бесконечные вещи – вселенная и глупость. Но по поводу вселенной я сомневаюсь. Бесконечная, бесконечная. И я как-то читал одну интересную книгу, ее написал итальянский историк Карло Чуполло, называется «Фундаментальные законы человеческой глупости». И вот в этой книге интересно, что он показывает, чем глупые люди отличаются от злых людей. И вот я вам такую табличку нарисую, чтобы было понятнее, хотя там в книжке таблички нет, но как-то с табличкой наглядней. И как-то вот когда ты рисуешь таблички, как будто что-то умное происходит. Правда же, да? Глупый проповедник таблички не рисует. По крайней мере, не всегда. Вот посмотрите. И вот если мы с вами рассмотрим общество, личность. И вот тут мы сделаем человек злой, злодей и человек глупый. Так вот, Карло Чуполло говорит, что отличие в том, что злой человек действует ради своей выгоды за счет других людей. То есть он себе делает хорошо, а обществу делает, окружающим людям делает плохо. Часто их использует, обманывает, грабит для того, чтобы ему была выгода, чтобы ему было хорошо. И вот Карло Чуполло показывает, что отличие глупого в том, что глупец делает и другим плохо, и себе плохо. Всем, всем делает плохо. Вот интересно, сегодня у нас будет такая проповедь, только по книге-притч. Ну, про глупость говорим, что сделать, да? И вот здесь вот притча, 10 глава, 24 стих. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Понимаете, для злодея преступление это выгода. Выгода. А для глупца даже выгода нет, иногда даже ему хуже от этого. Для него это часто, что? Просто, просто забава. Интересно, хотя это может быть не совсем относится к проповеди. А как вы думаете в отношении мудрого человека? Вот если мы тут напишем мудрец, мудрец. Мудрец отличается тем, что он и себя делает хорошо, и обществу хорошо. Типол интересно рассматривать, есть еще один вид. И он его называет жертва. Жертва, которая за счет себя делает хорошо другим. Но это отдельная тема, и тут в принципе очень интересная. Может быть когда-нибудь еще приеду и расскажу про это. Какие жертвы оправданы, какие жертвы не оправданы. Тоже очень интересная тема. Но мы с вами говорим сегодня вот про глупых людей. Для глупого человека преступление, да, мы читаем, как бы забава. То есть не выгода, а просто забава. Поэтому глупец и себе вредит, и окружающим вредит. Книга, притч, много, много об этом, Мотома об этом говорит. И не случайно глупость, вот если вдумаемся, опаснее, чем намеренное злодеяние. Потому что когда кто-то делает преступление или делает зло с целью выгоды, в этом есть нехорошая, но какая-никакая логика. Это можно как-то продумать, как-то просчитать. Глупец же нелогичен. Поэтому опасность в глупости в том, что глупость, она очень коварна. Почему? Непредсказуемая. От глупца неизвестно, что ожидать. Лучше медведицу встретить с медвежатами, да, написано? Чем глупца с его глупостью встретить. Потому что медведица, понятно, она будет сейчас защищать медвежат свои. Что вздумает глупец? Богу, конечно, известно, но нам чаще всего неизвестно. И вот в этой непредсказуемости, нелогичности, когда глупый человек может подвести тебя, когда ты этого совершенно не ожидаешь, потому что выгода-то никому никакой нет от этого. Из-за этого так много в книге притч говорится про опасность глупости. Глупость опаснее, чем злодеяние. У злодея есть свои какие-то личные, корыстные, но личные интересы. Какая глупость же нелогична. И я хочу сегодня прочитать высказывание одного величайшего священника, прошлого, Дитриха Банхёфера, который служил в Германии во время Третьего рейха. Интересно, когда он уже находился в тюрьме, он много рассуждал именно про глупость. И вот я вам прочитаю кусочек из того, что он писал. Глупость более опасный враг добра, чем зло, так как со злом можно бороться, против зла можно протестовать, его можно разоблачить. А против глупости мы беззащитны. Здесь ничего не добиться ни протестами, ни силой, доводы не помогают, факты, противоречащие собственному суждению, просто не верят. То есть, видите, от глупого непонятно, что ожидать. Поэтому он и опаснее. К тому же, в отличие от зла, глупость – это такой порог, к которому мы не относимся так серьезно, как к злодеянию. Вот тут злодей, преступник, убийца, маньяк, о-о-о, а глупец – ну, недостаток. Вот такое вот. Не повезло кому-то, да? И поэтому Манхофер-то и говорит, что это более опасный порог, чем зло, глупость. И вот он дальше пишет. Есть люди чрезвычайно сообразительные и тем не менее глупые. Но есть и тяжелодумы, которых можно назвать как угодно, но только не глупцами. Глупость – не столько прирожденный недостаток, сколько приходишь к выводу, что в определенных ситуациях люди оглупляются или дают себя оглуплять. И вот очень интересно, что он пришел к выводу, что глупость – это не столько проблема интеллекта, потому что есть люди, которые образованные. У них есть дипломы, даже научные степени, но они порой ведут себя совершенно безумно, совершенно по-глупому. Есть другая ситуация, когда люди вроде бы не особо образованные, а тем не менее их нельзя назвать глупцами. Возникает вопрос, хорошо, тогда если это зависит не от интеллекта, а от чего же тогда это зависит? И вот, смотрите, что пишет Банкоффер дальше. «Замкнутые и одинокие люди подвержены этому недостатку реже, чем склонные к общительности. Поэтому глупость представляет скорее социологической, чем психологической проблемой. Любое мощное усиление власти, будь то политической или религиозной, поражает значительную часть людей глупостью. Власть одних нуждается в глупости других. Личность, подавленная зрелищем всесокрушающей власти, лишается внутренней самостоятельности, отрекается от поиска собственной позиции в создавшейся ситуации. Став безвольным орудием, глупец способен на любое зло и вместе с тем не в силах распознать его как зло». И видите, Банкоффер пришел к выводу, что глупость не столько личный, сколько общественный порог. Потому что, вы знаете, вот с одной стороны общение хорошо, с другой стороны в общении заложена определенная опасность, потому что мы перестаем часто самостоятельно мыслить, отдавшись течению общества. Перестаем мыслить, перестаем думать. Вот мы с женой любим ходить в лес, она любит ягоды собирать, грибы собираем. Ну, я думаю, не я один такой, у вас в Калуге есть грибы в лесах вокруг? Да? Есть. И мы тоже ходим, мы недавно ходили с ней. И вы знаете, я обратил внимание, когда мы приезжаем в какое-то новое место, неизвестный лес, мы идем вдвоем с женой, да? И иногда ходим, гуляем, общаемся, разговариваем направо, налево, направо, налево, направо, налево. И тут я останавливаюсь и говорю, Диана, а как ты думаешь, вот где сейчас находится наша машина? Под каком направлении нам возвращаться? Чаще всего моя жена показывает прямо в противоположную сторону. Я, конечно, начинаю над ней, ну знаете, ну вот такой вот, как бы, вы женщины, вот, ничего вы не можете определить, да? Она мне говорит, подожди, подожди, когда я сама хожу за ягодами, я понимаю, что мне нужно выходить самой из леса. И я знаю дорогу, но когда я иду с тобой, я полностью полагаюсь на тебя, муж знает, поэтому я иду, просто разговариваю, ты вдруг неожиданно останавливаешься, а куда домой? И она показывает не туда, потому что она об этом не думала. То есть, дорогие, ну конечно, это забавный случай, но иногда возникают совсем незабавные ситуации, когда люди, поддавшись обществу, да, вот все так, вот это, и он уже перестает думать, и он причем может быть человеком, как мы говорили, образованным, он может быть там, куча у него степеней, научных званий, но он поддается, и он словно теряет ум свой, никакие дипломы не помогают. И тут есть знаменитый эксперимент Соломона Аша, я думаю, вы слышали о нем, я много раз и у себя в церкви об этом говорил и проповедовал. Как раз после Второй мировой войны ученые, психиатры, психологи, они задавались вопросом, что же происходит вот с гитлеровской Германией, когда целая страна как будто сошла с ума. А ведь это же Германия, это страна величайших музыкантов, величайших композиторов там, Ивальди, Бах, Бетховен, да, куча величайших, гениальнейших композиторов. Сколько великих писателей, поэтов Гёте, Гёйна, да, сколько мыслителей Кам, Гегель, да, величайших, Германия такая страна. Что произошло с этими умными людьми, имеющими такое фантастическое наследие? Что же с ними случилось? И вот начали проводить эксперименты, и Соломон Аш, польский психиатр, ученый, он проводил опыт, когда якобы проверяли зрение людей, вводили группу на проверку, но в этой группе лишь одного на самом деле проверяли, и совсем не на зрение, а все остальные были подставные актеры. И вот исследователь говорил, там была линия нарисована, и он говорил, кто считает, что вот эта линия длиннее, а эта короче? А это был неправильный ответ. И тут все поднимали руку. И один смотрел вокруг, он явно видит, что ответ неверный. Но все вокруг подняли руку. И тогда он тоже поднимал руку со всеми. И интересно, что это исследование проводилось, и около 75% людей, то есть три четверти, хотя бы раз давали неправильный ответ, как все. То есть подавляющее большинство людей, попадая в окружение, попадая в толпу, вдруг теряют себя, теряют свой ум, сливаются с этим так называемым коллективным бессознательным. И это коллективное бессознательное делает с ними что угодно. Что угодно. И это происходило, и это происходит, когда люди как бы превращаются в толпе глупцами. Потому что в толпе человек понижает свои интеллектуальные способности, а не повышает их. И вот то, что подчеркнул Банхофер, чем сильнее и жестче власть, тем больше становится глупых. Потому что, с одной стороны, мы вчера говорили, были вчера кто-то, да? Мы говорили про хаос и порядок. И я вам хотел показать, что не так уж хаос плох, не всегда хаос плох, как нам кажется, и не всегда нужен порядок. Потому что есть порой то и другое. И хаос, с одной стороны, завершение чего-то, нас это печалит, но с другой стороны, это и начало чего-то. Бог взял хаос и из хаоса начал творить из славы в славу. Понимаете? И в чем есть сила и важность хаоса? Потому что порядок, он убивает свободу. Понимаете? Убивает определенную свободу. И чем жестче порядок в церкви, в семье, в государстве, тем больше там появляется глупых людей. Независимо от образования, независимо от культурного наследия. Больше и больше глупых. То есть, если церковь, там жесткий порядок, все только так и никак иначе, и давай не смей думать, давай не смей, что пастор сказал, то и есть истина. Мы как называем такую церковь? Это уже больше секта какая-то появляется. Правда же? Где нельзя самому думать, где нельзя сомневаться, где нельзя размышлять, где все мы должны думать, как какой-нибудь великий помазанник. Многим это нравится, потому что с сильной личностью можно быть каким-то глупым человеком. Ну, типа, знаете, жираф большой, как пел Владимир Высоцкий, ему видней. Точно так же в семье. Вот там, где, знаете, часто жесткие какие-то порядки. Там, когда... У нас там, помню, в 90-е годы я на такие случаи натыкался, когда у нас все еще бурлило, наши церкви только остановились. Там некоторые верующие, я приходил, они чуть ли не шлепали детей из-за того, что те забывали помолиться перед едой. Такое даже было. Как вы думаете, дети оставались в церкви? Когда они вырастут... Конечно, пока их водили в церковь, пока они были маленькими, они оставались в церкви. А потом... Для них церковь все, что... И вера в Бога была связана с болью, с наказанием, да? Это, то есть, не семья, это деспотизм, там, где только, как папа сказал, и никак. Иначе... Вот это такая жесткая рука, когда просто терроризируют всех домашних. Бывает такое? К сожалению, очень часто бывает. В государстве точно так же, когда жесткий порядок, все как один, не смеют думать иначе. Мы говорим об этом, как о тоталитарном обществе. И вот это усиление власти, где бы ни было, приводит к тому, что люди перестают самостоятельно думать. Это и опасно, да и легче не думать. Легче же. Проще же не думать. Да ведь? И поэтому происходят эти абсурдные вещи, как вот у нашего, одного из любимых детских писателей, Корнея Ивановича Чуковского, в его знаменитом Тараканище, когда один маленькая букашечка, козявочка, да, держала всех лесных зверей. Вот так вот, жесткий порядок, да. И эти слоны и носороги, да, сидели, как глупцы. И я помню, когда был маленький, читал эту книжку, она меня так раздражала. Я думаю, да вы чего? Да вы чего? Что же вы такие глупые? Такие здоровые? Такие мощные? Такие тупые? Да? А, а порядок. И он приводит волей-неволей к оглуплению. Люди перестают думать. Люди перестают сами мыслить. Люди говорят на белое, черное. А на черное они говорят белое. И тут же этот принцип используют всевозможные популисты, всевозможные диктаторы, всевозможные тираны, для того, чтобы делать то, что им хочется. И используют глупость людей. Начинают давить. Поэтому я и говорю, должен быть всегда баланс. Есть порядок, но есть определенная хаотичность. И то, и другое важно. Важно предоставлять и одно, и другое. И вот еще одно хорошее место священного писания. Притча 14 глава. Сегодня у нас только притчи. 15 стих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Видите, благоразумный, внимателен к своим путям. То есть, у него самостоятельное мышление. Глупый же верит всему. И поэтому вот часто вот эти злодеи, вот с этой таблицы, да, они используют глупцов как инструмент для достижения своих целей. То, что им надо, то, что, то, что, то, что им хочется, да, то вот они используют глупых, глупых людей. Поэтому часто вот, я понимаю, вот мы дети все бываем, ну, дети несамостоятельные часто. Мне мама любит со смехом вспоминать, она говорит, я тебя вот одену, все, ты маленький, я тебя одену, мы выходим на улицу, идем, и ты мне задаешь вопрос, мама, а я куда пошел? Вот такой вот, куда я пошел? Вот. Ну, дети нормально, да, они ведомы, они руководимы, куда пошел? Не знаю, но ведут, надо идти, да? А когда люди вырастают, но зрелость не приходит, мудрость не приходит, а куда, а куда я пошел? А, не знаю куда. Куда, куда поели, туда и пошел. что сказали, то и начал делать. Поэтому, дорогие, мы видим, что с одной стороны, общение, благословение, и очень важно иметь общение, и в семье, и в церкви, в обществе, везде общение, оно важно. Библия говорит о жертве общительности, да? Но с другой стороны, если вся наша жизнь, сполошное общение, где-то мы все с кем-то, то мы легко станем глупцами. Как писал Банхофер, это общественный грех, больше, чем личный. Потому что, помимо общения, у нас должно быть еще время уединения. Понимаете? Уединение. Как у Иисуса было. Помните? Он с одной стороны, общался много с людьми, учил, молился, а потом написано, уходил в пустынные места, или поднимался на горы. Казалось бы, подожди, подожди, подожди. Зачем? В это же время ты еще можешь больше научить людей, еще можешь больше исцелить. Да потому что Он был не только Господом и Спасителем, Он еще был Сыном человеческим. А для человека важно и общественная жизнь, и личная жизнь, своя, тайная. Есть общение, есть уединение. И таким был Его ритм жизни, нашего Господа. Общение, уединение. Общение, уединение. Мудрый, внимателен к путям своим. А чтобы быть внимательным к своим путям, необходимо время остаться одному, чтобы подумать. Это знаете, как вот питание, да, вот мы кушаем, мы поели, и потом наступает время чего? Переваривание. Вот ты такой думаешь, о, время переваривания, а рот-то свободный, поэтому пока переваривается, я еще буду есть. Но таким образом, ты пойми, что все нуждается в отдыхе. Твой желудок, какой бы он ни был классный и здоровый, он должен переварить пищу, а потом ему надо немного как отдохнуть. Правда же? Надо чуть-чуть отдохнуть. Поэтому говорят, на ночь не ешь. А ты уж как не ешь? Я всю ночь, что желудок простаивать-то буду? Что такое? Поэтому он нагрузил на ночь, чтобы работало все, а утром, как все закончится работать, ты завтраком поддашь топливо. И что происходит? Изнашивание организма. Когда мы даем вот этой системе работу без отдыха. То есть у нас, мы все время едим, и у нас прямо нет времени на переваривание. Или когда вот ты идешь, тащишь, например, какой-нибудь мешок тяжелый, дотащил, положил, нужно что? Отдохнуть. А он говорит, что ты стоишь-то? Вот еще один мешок, дальше иди. Пошел, только положил. Третий мешок тебе. Что тебе отдыхать-то? Мешков много? Так вот, дорогие, точно так же и мы, понимаете? Есть всему свое время. Есть время получать информацию. Есть время переваривать информацию. Есть время поговорить, есть время подумать. Есть время побыть с людьми. Есть время остаться один и поразмышлять. Быть внимательным к путям своим. И только это сделает нас мудрыми людьми. Только так мы сможем наблюдать, правильно ли мы идем, правильно ли наш путь, да? А иначе мы будем просто глупцами. Они все в теме. Они все в информации. У них там телевизоры все время. Они все, они все все время знают. И они при этом могут быть очень уверенными. Но это поймите, не уверенность ума. Это уверенность зомби. Такого человека не убеждают ни логика, ни факты. Эти люди общаются на уровне лозунгов. Они вроде бы говорят, говорят уверенно. Это какие-то клише. Какие-то лозунги сплошные. Чужие, непереваренные мысли, которые внедрили им. И они их транслируют. И вот еще, смотрите, 18 глава книги Притч. Второй стих. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Интересно, что вот я когда смотрел этимологию слова глупость, там, оказывается, у них общие источники слова глупость и слова глухой. Глухой. Реально, глупец. Он глухой. То есть, он может много говорить. И уверенно говорить. Вы общались когда-то с людьми, которые зомбированы, какой-то религиозной идеей, например. Общались с кем-нибудь. Они с тобой разговаривают. Ты им отвечаешь, они тебя не слушают. Они пережидают, чтобы снова тебе говорить. Да? Глухие люди. То есть, они здесь есть уши, они ими не пользуются. Почему? Они только говорят. Глухие люди. Вы знаете, интересно, у нас даже этим словом целая птица названа. Глухарь. Глухарь. Глухарь же он такой, да? Глухарь очень чуткая птица. Очень внимательная птица. Убить глухаря чрезвычайно трудно. Для охотника это очень тяжело. Кроме одного периода весной. Потому что обычно глухари, они находятся в уединении. И там они очень внимательны, очень чутки. Наступает момент весной, когда глухари, весенняя пора, они не собираются все вместе. Причем, очень интересно, если вы это читали, они собираются, глухари, все время на одних и тех же местах. Так называемых таковищах. И там они на этих таковищах начинают таковать. То есть они распушивают перья, у них там тело их начинает. Они начинают издавать вот эти, даже не знаю, как эти звуки назвать. Это и крик, и свиск, и треск. Вот они, вот они начинают. Паладин там что-то такое, внимательные чутки. А тут со всеми. И надо показать себя. И вот это время как раз для охотников. Потому что в это время глухарь так увлечен, что он ничего не слышит. И охотники, они же, когда глухарь начинает там кричить там, крутится, вертится, они к нему подбираются. Он перестает, охотник замирает. Опять начал кричать, охотник к нему подбирается. И глухарь еще ничего не слышит. Замолчал, охотник останавливается. И так в конце концов, когда уже охотник сонится близко, и он уже видит этого глухаря. Что интересно, даже когда охотники стреляют, они стреляют тогда, когда глухарь такует, ну, разговаривает. Ну, не то что, он прям орет, я бы так сказал. Такует глухарь, да? И что интересно, почему они в этот момент стреляют? Потому что даже если они промахнулись, глухарь может этого не услышать. Так он увлечен собой. Вот это яркая картина глупого человека. Глупец он не слушает. Он не размышляет. Он там в общественных местах, чтобы выказать, как нам говорит книга притч, да? Выказать свой ум. Поэтому у нас даже такое выражение есть. Глухая тетеря, да? То есть человек, который оказывается где-то в обществе, и он все о своем. О своем и о своем. И никого он никого не слушает, да? И вы знаете, что важно тут отметить? Глупость глупца не переубедить. Никакими аргументами, никакими фактами. И опять я приведу книгу притч, 23 главу, 9 стих. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Не говори. Потому что им это ничто. Банхофер вообще считал, что глупца невозможно никак переубедить, его можно только освободить. И освободить его можно только, когда его освобождаешь от этого внешнего давления, от этой внешней тирании. И только тогда у него будет возможность как-то начать самому думать. А пока внешнее давление есть, глухарь, глупец точнее. Он все о своем. Все о своем. И возникает вопрос, а если внешнее давление не прекращается. Как же быть в этой ситуации? И вот я последнюю вот эту цитату, из этого высказывания Банхофера приведу. Внутреннее освобождение человека для ответственной жизни пред Богом и есть единственное реальное преодоление глупости. И опять последнее местописание хочу вам прочитать. Притча 19 глава 3 стих. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Вот понимаете, единственный путь это взять ответственность на себя, за свой путь, за свою жизнь, за все. Не думать жираф большой, ему видней, там может что-то изменится. Нет. Возьми ответственность, потому что глупец нет, он не берет. Жираф пускай за меня думает, царь пускай за меня какой-нибудь думает, пастор пускай за меня думает, великий апостол помазанник пускай думает, а если что-то не получилось в моей жизни, то я ведь не виноват. Это не то, что я глупый человек, это пастор виноват, это вот тот виноват, но в крайнем случае, если нет людей, то кто? Бог виноват. Как вы это? В Идемском саду, все время кто-то другой будет виноват, все время кто-то другой, все время кто-то другой. И поэтому, дорогие, я считаю чрезвычайно важно, когда в истории наступает время, время давления, время серьезных потрясений и с катастрофической скоростью растет количество глупцов. Они могут быть образованные, они могут быть умные, но это не имеет значения в этой ситуации. И вот в этой, в таких обстоятельствах очень важны, дорогие, вот эти времена уединения. Времена, когда мы не только кушаем, но и переваливаем скушенное. не только слушаем, но обдумываем услышанное. Не только получаем какую-то информацию, но и рассуждаем над этой реформацией. Информация, а для этого опять нужно уединение, как было у Сына Божьего, насколько интенсивная жизнь у Него была в последние годы у Иисуса. Но Он понимал, что Он не сможет исполнить призвание, если у Него не будут моменты вот этого уединения. Они всегда важны, а в тяжкие времена они важны как никогда. Чтобы часто не идти с большинством на зло, чтобы не орать с большинством какие-то глупые вещи, чтобы не превратиться инструментом в чьих-то злых руках. Для этого, дорогие, и должно быть это осмысление. Для нас часто молитва, это когда мы думаем, молитва, это весь мир надо менять, начиная с Калуги и до конца земли. Мы молим за всех, за всех, за всех. Все как-то не меняется так, как мы хотели бы. Но нас как-то это не расстраивает, мы продолжаем за все, за все, за все молиться. Хотя, дорогие, я вам скажу, я за свои 30 лет пастырской жизни убедился, что главная цель молитвы, это не столько изменение мира вокруг нас, сколько изменение нас самих, преобразование нас самих. Ко мне вчера после собрания подошли люди и говорят, пастыр говорит, а как ты в основном молишься? Я говорю, знаете, в основном я молюсь так, у меня есть время, я как-то в последнее время довольно рано встаю, жена говорит, что возраст, я считаю, Бога сильнее стал любить, вот, вот я рано встаю, просыпаюсь, ну, где-то, могу в 6, в 6.30, иногда, ну, в край, в 7 часов, да, у меня есть время, ну, для кого-то это не рано, вот, 6, 6 часов, или вы все так встаете? Тоже так встаете? Вот, мои сестры молодцы, вот, не глупые люди, точно. А чем вы занимаетесь так рано? А, Библию читайте, а на то, что там все стираем, готовим, там, завтрак, всех, вот, вот это время, знаете, уединение, когда ты, я нахожусь просто, я просто сижу, как помните, пророк говорит, да, и что скажет он во мне? Ты находишься, думаешь, вот этот новый день, в уединении, да, и ты чувствуешь, что его преображающая сила действует. Я не молюсь там, Боже, давай там за всех, конечно, я молюсь это, но долго ли можно молиться вот за все? Ну, пять минут на максимум, а молиться-то мы должны непрестанно, о чем возникает вопрос? И мы знаете, что делаем? Мы повторяем одно и то же по много раз. Господи, благослови нашу страну, страну благослови, благослови ее сильнее, Господи, в конце, это концов. Боже, благослови Калугу, Калугу благослови, Калужская область благослови, наш регион благослови, Москву, Петербург, Новосибирский, ну, то есть все города, которые, знаешь, благослови, благослови, потом что-то запутался, так я Калугу говорил, ну, на всякий случай, Калугу тоже скажу, так, а про Москву, Москву благослови, так, Дальний Восток, Урал, по регионам пойду, вот, все благослови, потом так, это благослови, это благослови, вот, и мы, знаете, и то-то-то, потому, то-то-то, потому, то-то-то, потому, язычники, которые думают, чем больше они скажут слов, тем лучше их услышит Господь. Мы это называем ходатайством. Надо больше слов сказать, потому что, ну а вдруг? Ну а всякое бывает. Мы сказали один раз, как-то мало Калуга поменялась, скажем, два раза, скажем, три раза. Час будем. Калуга, Калуга, Калуга. Услышь, услышь, наконец, нас. Ну, может быть, нас не слышат, меня не слышат, друга возьму. Все вместе орать будем ему часами. Потому что ему дела нет до Калуги, а мы ее любим, да? А Богу все равно как-то? Или нет? То есть, понимаете, вот это часто напоминает, что языческое камлание. Одно и то же. Давай, 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 давай. Надо, надо. Помоги, помоги. Благослови, благослови. Исцели, 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 исцели. Я не хочу смеяться над нужными и над проблемами. Я смеюсь на то, почему мы так решили, что это так работает. Где мы это взяли? Ну, видели у других проповедников, где еще? Не в Библии же мы это видели. В Библии Иисус четко говорит, не будьте как язычники, которые думают, чем больше они слов скажут, тем их больше Бог будет слушать. Поэтому часто, чтобы помолиться, дорогие, да пять минут хватит обо всем помолиться. Семью, благословил детей, все, пять минут прошли, да? А остальное время? И тут мне напоминает, знаете, ситуация, когда Моисей после очередного греха Бог сказал, не пойду больше с израильским народом. А Моисей говорит, Боже, пожалуйста, не оставляй нас, иначе зачем ты нас вывел? То, что мы называем ходатайством. И Бог ответил на эту молитву и сказал, хорошо, не оставлю. На этом у большинства верующих наступает аминь, и мы идем по своим делам. Но у Моисея все только начиналось. После того, как он помолился и получил ответ, он стал говорить Богу, покажи мне славу Твою. То есть ему хотелось каких-то личных взаимоотношений. Ему хотелось, чтобы Бог наполнял его, скажет, да зачем, все уже нормально, все хорошо, все там, проблема была, проблема решена, чего Богу утруждаешь. У него еще там в Калуге есть молитвенники, тут займешь там в Екатеринбурге, он калужских не услышит, им придется лишний раз повторять. Вот. Но на самом дороге деле, помните, вот это личное преобразование, когда мы просто в Божьем присутствии. И вдруг происходят эти вещи, вот у меня часто происходит по утрам, как будто я начинаю смотреть со стороны на себя, на свою жизнь, на ситуации, в которых я оказался, или которые сегодня. И вдруг я понимаю, что то, как я часто смотрю из своих глаз, вот изнутри, из своего эго, со своими желаниями, это оно у нас есть. И то, как я часто смотрю со стороны на себя, это совершенно бывают разные картины. Изнутри часто, когда я смотрю, мне кажется, надо так, 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 и так, и так. Когда я начинаю смотреть как бы вне себя, вдруг понимаешь, что, ну, это обычный твой эгоизм, почему ты думаешь, что это так должно быть. Поэтому Бог часто, знаете, один, один молится, Господи, пожалуйста, дай дождь, чтобы сегодня полил весь мой огород, уже столько засухи. А другой молится, Господи, сегодня мы с семьей пойдем гулять, пожалуйста, чтобы была погода хорошая, никакого дождя. Куда Богу делать? Дедца, что ему делать в этой ситуации? Кому ответить? Кто более святой? Или ты просил один, а этому с семьей, поэтому извини. Как? Мы часто молимся о совершенно противоположном, а? О чем молиться? И часто в разных ситуациях, когда конфликты, да, и в любых конфликтах есть верующие, и каждый со своей стороны молится за свою сторону? Бог, что делать? Так вот, дорогие, я думаю, что большую часть молитвы мы должны именно проводить, чтобы Он нас менял, с нами работал, нас преобразовывал. И тут бывает, я вам признаюсь, о времени забываешь, ты находишься в Его присутствии, словно Его благодать течет. И ты фантастически переживаешь многие проблемы, которые тебе казались такими важными, они вдруг неважными становятся. Ты вдруг понимаешь, что ты здесь просто прохожий. Мы, как написано в послании, странники и пришельцы. Один у нас брат в церкви как-то перепутал, говорит, мы все странники и проходимцы. Странники и пришельцы. То есть ты здесь на самом деле временно. Мы часто живем так, что прямо хотим обосноваться, как будто здесь во веки вечные, забывая, что земля и все дела на ней сгорят. Люди сегодня так увлечены своими телами, телесами, там посмотришь, что всякие Киркоровы с собой делают, думаешь, Господи! И невольно вспоминается местописание. Конечно, хорошо нормально выглядеть, но важно помнить, плоти кровь, Царство Божие, не наследует. Есть время, не нужно бояться. Да, волосы бывают поредее, да, морщин бывают побольше, но когда внешне наш человек может быть и как-то не всегда меняется, как мы бы хотели, главное, чтобы внутренний изо дня в день, что? Обновлялся. Изо это ощущение. И в этом обновлении глупость уходит. Все эти вещи уходят. И ты понимаешь, что ты Божий человек, в его руках, под его защитой и под руководством его Святого Духа. И все мудрые доскажут Аминь.